Уважаемые коллеги, сейчас говорили все время про озон, но я думаю для разнообразия, наверное, можно и послушать доклад на другую тему. Тем более, что озон и лазер, они объединяются в физические методы воздействия. Если с третьего курса, то это физическая антисептика. Поэтому, с вашего позволения, я, наверное, начну свой доклад о влиянии длинной волны лазерного излучения на эффективность коагуляции варикозных вен. Какая проблема? В настоящее время, если посмотреть лечение варикозной болезни, то традиционно это веноктомия. Всякие методы, есть щадящие методы, метод Бебкока и так далее. Но сейчас все переходят на практически новый метод лечения варикозной болезни, это эндовазальная коагуляция вен. Это такой щадящий метод косметический, быстро больные восстанавливаются, но есть проблемы. Проблемы какие? Как и в других методах лечения, бывают осложнения. И вот сейчас стоит вопрос, как уменьшить эти количества осложнений. А с чем связаны осложнения? Осложнения это, во-первых, кровоизлияние, во-вторых, это нарушение нервной проводимости, повреждение подкожных вен, ну и бывают кожные ожоги. И как нивелировать вот эти осложнения, как раз мой доклад посвящен. Это вот диссерционная работа, но, к сожалению, аспиранты, они бывают больше заняты, чем их руководители, поэтому я на этом докладываю, на этом форуме, как и, наверное, Сергей Владимирович, то же самое. Но если вникнуть более подробно, то по механизму действия лазеры сейчас делят условно на гемоглобиновые с длиной волны 600-800 нанометров и водные с длиной волны от 1000 до 200 нанометров. И вот принято, что гемоглобиновые, они действуют на гемоглобин, вызывают вскипание крови и термический фактор воздействует на внутреннюю оболочку вены. Значит, водный лазер, он действует на стенку вены. Почему? Потому что стенка вены в основном содержит воду, и непосредственно на стенку вены действует лазерное облучение. Принято. Чем больше мощность лазерного излучения, тем больше повреждается вена, и тем меньше процессов реканализации вены и рецидива заболевания. Поэтому применяют достаточную мощность. Вот, например, при длине волны 810 нанометров применяют 15 ватт. Но здесь есть обратная сторона. Большая мощность, когда вводят световод в вену, то световод контактирует со стенкой вены и вызывает перфорацию стенки вены. Вот макропрепараты... Я лучше хочу направить. По центру. Кнопочка в центре. В центре кнопочка. Вот перфорация стенки вены, вот макропрепарат вены, вот перфорация стенки вены. И вот перфорации. И вот, значит, клинические проявления этой коагуляции имеются кровезлияние, тромбоз по ходу вен, ну и вот такие осложнения. Если посмотреть микроскопически, это вот наши результаты, здесь вот при такой мощности, при высокой мощности, кстати, это не такая уж высокая мощность, но осложнение есть. А, как правило, применяют еще большую мощность, 20-25 ватт. И вот микропрепарат. Вот вена полностью разрушена, здесь нарушена дифференциация мышечной оболочки, там продольные, поперечные мышцы, они разрушены, вакуализация. И вот в области контакта имеется перфорация вены. И здесь вот хорошо показано перфоративное отверстие. И вот через перфоративное отверстие выходит кровь подкожной клетчатки, возникает кровезлияние. И поэтому наша задача, вот, как предотвратить перфорацию вен. Первое, значит, это уменьшить мощность лазерного излучения. Это вариант как раз приемлемый. Второй момент, это увеличить скорость извлечения электрода. И увеличивая скорость извлечения электрода, мы не достигаем хорошего облитерации вены, хорошей внутренней коагуляции. Поэтому остается первый вариант для того, чтобы уменьшить эти осложнения. Цель работы – дать сравнительную оценку степени повреждения варикозных ферен при лазерной коагуляции, используя длины волны 810-1880 нанометр и минимальной мощности 2,8 Вт. Совсем очень низкая мощность лазерного излучения. Почему мы занялись этим вопросом? Потому что у нас есть в университете лаборатория оптической спектроскопии лазерных материалов, который занимается выработкой новых лазерных источников на длине волны 1885 нанометров с выходной мощности до 4,2 Вт. Вот эта длина волны, она новая, она ни за рубежом, нигде не используется, только сейчас проходит экспериментальную обкатку. Поэтому вот у нас есть публикации и в России, и за рубежом лазерной медицине в европейском журнале. Поэтому они заинтересовались, и сейчас вот мы попробуем связаться уже с тем, которые изобретают лазерные аппараты, чтобы пустить уже, найти клиническое применение вот этой новой длины волны. Вот эта установка экспериментальная, где проводили экспериментальные исследования эндовазальной лазерной коагуляции. Имеется сегмент вены, который мы брали во время открытой операции веноктомии по БЭП-кубку. Этот кусочек вены мы забирали, помещали в специальный такой стеклянный контейнер. И вот этот моторизованный столик ходил вверх-вниз, а здесь вот лазерный проводник. И лазерный проводник с определенной точной скоростью прожигал изнутри вену. Вот проведены стендовые эксперименты на сегментах варикозных вен, как я уже говорил. Длина 6 см, которые взяты во время веноктомии по методу БЭП-кубку. Вот размеры вены, которые были использованы. Проведены две серии экспериментов. Первая серия, там 6 экспериментов. Длина волны 810 нанометров. Скорость извлечения электрода из вены 0,8 мм в секунду. И мощность 2,8 Вт. Во второй серии те же параметры, но другая длина волны. Результаты. В первой серии, после воздействия на стенку лазерным излучением, вена до излучения, вена после излучения. Единственное, что вена стала на цвет более тусклая и немножко вена уменьшилась в диаметре. Микроскопически сохраняется просвет вены. Имеется внутреннее разрушение внутренней оболочки. Но эти изменения, вот мышечная оболочка, она сохранена. Эти изменения минимальные. И здесь большая возможность реканализации и рецидива заболевания. Вторая серия, длина волны 1885 нанометров. Те же параметры, но если посмотреть, вена до коагуляции, вена после коагуляции. Здесь имеется в области коагуляции, вена меняет свой цвет, становится тусклой. Уменьшение диаметра на 40%. И вот в этом месте темная вена в область контакта с световодом. А это микроскопическое исследование вены в области лазерного контакта, лазерной коагуляции. Здесь полностью, можно сказать, деструкции стенки вены. Разрушается дифференцировка мышечных оболочек. Есть свободные фрагменты. Просвет вены резко сужен. И наблюдаются участки тотальной деструкции стенки вены. Вот это гистология, опять же, при длине волны 810. Здесь сохранен просвет вены. И единственная утолщина интима здесь тоже. А здесь для сравнения использовалась длина волны 1885 нанометров. И даже на просвещенном взгляде можно увидеть разницу. Вена тотально разрушена. Здесь дифференциации мышечных оболочек не наблюдается. И такая вена подлежит очень быстро облитерации. Ну и в обсуждении или в заключении. В процессе лазерной коагуляции возникают две проблемы, которые надо решить. Одна проблема заключается в том, что если вена коагулирована недостаточно, возникает рецидив заболевания. И вторая проблема, противоположная. Если мы даем большую мощность, мы вызываем очень много осложнений. Особенно вплоть до кожных ожогов. Я вот электрокогуляции больше занимал, эндовазальные. Там кожные ожоги были от воздействия тепла. И вот эти два вопроса можно решить таким путем, что мы уменьшаем мощность до минимального. Но это уменьшение мощности возможно только при использовании определенной длины волны, которая воздействует непосредственно не на гемоглобин, а на стенку вены. И вызывает избирательное повреждение стенки вены. И поэтому вот при такой длине волны возникает достаточное повреждение стенки вены. И, наконец, выводы. Одним из способов профилактики осложнения после лазерной коагуляции варикозных вен является уменьшение мощности лазерного излучения. Длина волны 1885 нанометров при минимальной мощности в процессе лазерной коагуляции варикозных вен вызывает значительно большее повреждение стенки вены и облитерацию ее просвета по сравнению с длиной волны 810 нанометров. Ну и вот, спасибо всем, что вы просохли за доклад. Спасибо за доклад. Вопросы, пожалуйста, докладчик. Я сейчас не могу, это у нас физики, наверное, свой световод был, вот они использовали. У нас кооперация была, мы клиническую часть, это, можно сказать, грантовая работа была. Они обеспечили физическую сторону вопроса. Ну, где-то диаметр вы имеете в виду, диаметр, да, где-то, наверное, ну, где-то полмиллиметра, наверное, вот такого диаметра был световод. Скажите, анестезия какая-то проводится? А? Анестезия. Вы видели, что это экспериментальные исследования? Это эксперименты на сегментах вен? Была живая фотография, где осложнение? Нет, там все было в экспериментах, а не в сегментах вен, которые взяты во время операции по веноктомии по Бекковку. Там спинальная анестезия, спинномозговая анестезия применялась. Хотя при эндовазальной коагуляции применяют местную туминсцентную анестезию, ну и, возможно, и спинальная анестезия тоже широко применяется. Можно? Если мощность большая, и вы получаете перфорацию, вы же и коагуляцию получаете, откуда гематома? А как же во время коагуляции происходит перфорация стенки вены? В принципе, просвет не сразу закрывается, идет очень мощная лавина крови. Даже гистологически я показал, что в просвете коагуляции, то есть в просвете перфорации, там имеется тромб. Но тромб, он же не сразу образуется. Сперва идет выход крови, а потом уже идет ромбирование того участка. Но это проблема, это основная причина кровоизлияния. Можно? Конечно, конечно. Ну, вот в продолжении вот этого в развитии вопроса, насколько я знаю, я когда-то занимался подобными вопросами, значит, свыше 2 мм диаметр сосуда, когда есть, термокоагуляция, лазерная или плазменная, не спасает, потому что расход крови настолько большой, что тромб не успевает встать. А здесь мы имеем дело, как мы вот сейчас видели, с большими венами. Да, здесь диаметр вен где-то 0,5 мм. Да, и в этой связи эффективность не очень понятна. Более того, вот то, что у вас здесь были приведены картинки, самые последние, там просвет сосуда достаточно большой уже после лазерного воздействия. Смысл тогда этого воздействия, если у нас коагуляции нет? Да нет. Нет, это я догадываюсь, но здесь же вот у меня в связи с чем и вопрос. У вас все время перескок идет с одной стороны, значит, клинические какие-то вещи, связанные с реальной коагуляцией, значит, в клинике, и экспериментальные исследования на фрагменте вены. И вы говорите о том, что возможны там кожные ожоги, а здесь о каком кожном ожоге можно говорить, вы же подводите не к коже, а непосредственно в этот самый к сосуду. Это совершенно разные задачи. Спасибо за вопрос. Я послушаю, у меня еще есть вопрос. Ну, потом, чтобы меня не забыть. Я в силу своей осведомленности постараюсь, может, и как-то ответить на ваш вопрос. Первое, это то, что я показал, это эксперимент. Там внутри крови не было, пустая вена или физраствор. Когда мы коагулируем вену, особенно гемоглобиновым лазером, там образуется тромб. И этот тромб потом облитерируется, и вена закрывается. Но это не в этом эксперименте. Нет, нет, да, просто теоретически. Но проблема в том, что когда образуется тромб, всякий тромб имеет свойство реканализоваться. Мы знаем, у больных тромбоз глубоких вен через 5-8 дней идет реканализация. И здесь, в зарубежных источниках, показано, что происходит восстановление просвета вены, если недостаточное тромбирование. Здесь у нас, во-первых, это без крови, но у нас есть и эксперименты. Просто не доложили. На животных, где тромб окклюзирует просвет. Понятно. Значит, и второй вопрос в этой же связи тогда, и в продолжении вашего ответа. Значит, ведь задача, если у вас пустой сосуд, просто оболочка, или он заполнен или физраствором, или кровью, ну, физраствором для, так сказать, модели, да? Это разные совершенно вещи. Абсолютно. И разные, и разные воздействия. И в этой связи у вас в самом начале, я вот себе пометил, было сказано, что, значит, водные лазеры, как вы их назвали, я просто не слышал такой терминологии пока еще, такое деление лазера на гемоглобиновые и водные. Значит, я думаю, что это у вас какое-то местное такое разделение. Нет, это место, это узаконенное. Термин такой узаконенный, классический, который используется во всех источниках по эндовазальной коагуляции, по лазеротерапии. Это не по-другому. Пусть, пусть, пусть. Значит, водные действуют на стенку вены, как вы сказали, которая содержит большое количество воды. Но вообще, если мы с вами посмотрим содержание воды в стенках сосудов, ну, это где-то до 60% максимум. Потому что в мышечных тканях уже там до 80%, а в крови, извините, то, что внутри 90% и более, процентов содержания воды. Так вот, вопрос вот какой. Как раз реальная картина, когда у нас есть вены, ну, сосуд вообще, и в нем есть кровь, и лазерная коагуляция проводится. А с кровью что? Потому что на кровь-то больше еще поглощение идет, потому что там совершенно другое содержание воды. При таком делении лазеров по длинным волн, ну и, соответственно, это же не просто деление по длинным волнам, но это, так сказать, деление по частотам поглощения. Это я так понимаю. Понятно. Очень длинный вопрос. Но я хочу начать сначала, что вы мне задали. Конечно, разница есть, есть ли в просвете вены кровь или физраствор. Это большая разница. Почему? Если в просвете физраствор, мы проводим лазерную коагуляцию, то на конце световода образуется налет, так называемый. И этот налет, это так называемое черное тело, дает очень высокую температуру. И поэтому эта высокая температура вызывает очень стойкую облитерацию вены, и даже перфорацию. И поэтому вот как избежать вот этого образования, ну, на конце лазера специального нагрева или раскаленного участка, который образуется при расплавлении эритроцитов. Это в просвете, если вены кровь. Там более сильное повреждение вены. Однозначно. Эксперименты мы проводили, я докладывал, здесь этого нет. Если в просвете физраствор, бывает более мягкое повреждение вены. И вот, чтобы не было перфорации, повреждение вены более грубого, за рубежом предлагают поднимать вену в положение Трандоленбурга, чтобы освобождать просвет вены от крови, и чтобы было меньше содержания крови в вене. Ну, вот я, что-то я смог ответить, наверное. Наверное, уже достаточное количество вопросов. Про остальное в куварах, так сказать, воздействие на кровь – это отдельный вопрос. Небольшое количество людей понимает, о чем речь идет. Про флебоктомию имею в виду. Все, да? Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.